Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как заканчивается текущая неделя. Неделя была крайне интересной, крайне волатильной и крайне негативной для американского фондового рынка. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, эта неделя также заканчивается на некотором негативе, прежде чем мы будем разбирать детальные инструменты. Давайте посмотрим на общую карту по секторам, которые мы можем посмотреть на сайте Finviz, по секторам снижения. То есть опять падают технологии Microsoft, Apple, Facebook, Google не так сильно, Amazon. Тем не менее, большинство секторов сейчас находится в красной зоне. Мы об этом говорили. Мы говорили о том, что вероятность снижения достаточно велика, особенно в сентябре, особенно в октябре, особенно в год выборов. Поэтому, собственно, то, чего мы ожидали, сейчас на рынке и произойдет. В данном случае пока себя неплохо показывают сектора, которые связаны больше не с IT, а, например, с производством продуктов питания. Я также покажу сейчас свой инвестиционный счет. Здесь как раз я покупаю акции. Здесь вы видите полный список акций. И сейчас мой счет с начала моих первых покупок в марте находится в просадке. В просадке, в первую очередь, из-за того, что технологичные компании пошли вниз. То есть Apple я купил тоже практически на самом верху. И сейчас он корректируется. Ну и некоторые акции находятся в таком небольшом боковике. Ну вот, как я сказал, то есть лучше всего чувствуют себя акции из сельскохозяйственного отрасли. Например, компания Ercher, Daniels, Midland практически дошла до локальных максимумов, которые были в феврале. Также довольно-таки неплохо отрастает Caterpillar, который тоже уже обновил локальный максимум этого года. И на текущий момент тоже тенденция продолжается. Но такие акции, как Intel, ушли еще в одну волну коррекции. Хотя позитив фундаментальный для них тоже уже присутствовал. Cisco продолжает еще корректироваться. Но опять же эти акции я покупаю в долгосрочный портфель. То есть пока ничего критичного не поменяется в самих компаниях. А только если они падают на фоне как раз общей коррекции, то, собственно, я их также продолжу держать. Также компания из финансового сектора, People's United Financial, то есть в моем портфеле проседает сейчас больше всего. Вот тут как раз ее подумывают докупить по хорошей цене. У компании хорошие показатели. Ну и компания тоже планирует уже действовать, применять технологии, то есть становиться финтех-компанией. Поэтому тоже довольно-таки интересно. Ну то есть если резюмировать, то технологии падают, а компании старых экономик, что мы называем, например, индекс Dow Jones, он падает не так сильно. Но мы сейчас тоже об этом посмотрим. Из позитивных данных то, что стоит сказать, это как раз данные по Великобритании. Я напомню, что мы с вами ждем 15 октября, как раз когда должна быть договоренность по первым шагам как раз торгового соглашения между Евросоюзом и Великобританией. И из позитивных данных сегодня были опубликованы ВВП растет, то есть в принципе тоже позитив для рынка, особенно для британской валюты. Если мы с вами посмотрим в календарь, то мы с вами увидим, как раз сегодня были опубликованы данные по ВВП, и мы с вами здесь видим довольно-таки неплохой рост. То есть производство обрабатывающей промышленности выросло на 6,3%, ВВП к месяцу вырос на 6,6%, хотя ожидали 7,7%, но тем не менее темпы роста гораздо лучше. Ну и ВВП за квартал он пока находится в снижении, то есть минус 1,7%, но это гораздо несколько лучше, чем, например, восстановление в США, которое происходит. Вот сейчас я еще раз календарь покажу. Здесь вот эти данные мы с вами видим, в календаре данные по росту ВВП. Теперь, если мы с вами начнем с индексов, то есть разберем как раз то, что сейчас падает и что на что реагирует. То есть S&P 500 это, скажем так, средний индекс, в который включены и технологичные компании, и компании старых экономик. То есть чем у компании больше капитализации, тем больше вес она в своей структуре имеет. Соответственно, у локальных максимумов, когда мы видели падение, оно составило 8% по данному инструменту. Если мы с вами посмотрим Dow Jones, то он снижался меньше всего, он снизился на 7%, ну чуть поменьше, но он пока еще не достиг локальных максимумов, напомню. Ну и если мы с вами возьмем индекс NASDAQ, который снижался больше всего, то есть в данном случае снижение составило от локальных максимумов порядка 12%. То есть мы видим, что технологии пока тянут рынок вниз. Но в целом сейчас уже есть некоторые намеки на восстановление позитива. Опять же, если мы вернемся к индексу S&P 500, пока общая динамика здесь с точки зрения часового таймфрейма все еще пока сохраняется нисходящей. То есть были первые попытки во вторник, как раз где я пробовал заходить. Сейчас, пока мы с утра немного подрастаем, но все-таки вчерашний день были закрыты в негативной зоне для S&P 500. Да, они ушли ниже минимума вторника, но тем не менее, пока общая динамика здесь сохраняется нисходяще. Соответственно, если говорить о восстановлении роста по данному инструменту, то здесь я бы рассматривал как раз покупки после того, как цена сможет закрепиться вновь выше максимум предыдущих торговых сессий. То есть это максимум четверга. После этого я здесь буду уже искать покупки. Но давайте теперь по порядку вернемся к евро-доллару и пойдем как раз по основным валютам и по основным инструментам, чтобы понять, что сейчас на рынке происходит. В целом по евро была вчера остановка как раз в области поддержки, которую мы отмечали ранее. То есть это область минимальных значений на уровне минимум, который мы видели в середине августа. Это значение 1.1760. Ну и собственно от этого уровня вчера стали отбиваться. По часовому таймфрейму вчера мы смогли закрепиться выше локальных максимум, которые были зафиксированы как раз позавчера. Соответственно для меня это был сигнал на то, что можно искать покупки. Но опять же рост был довольно-таки сильный. То есть входить по локальным максимум не имело никакого смысла. Тем более цель по движению это 1.20. То есть соответственно соотношение риск-прибыли здесь не соотносит. То есть это негативное значение. Соответственно как я буду действовать здесь. То есть я уже поставил отложенные ордера. То есть отложенный ордер у меня стоит чуть ниже минимальные значения, которые были как раз сформированы вчера. То есть по данной цене вы видите отложенный ордер. Здесь у меня стоит ступло, здесь цель по прибыли. Здесь я рассчитываю на то, что будет еще одна волна коррекции вниз. Но в целом цена удерживается выше максимальной значения. Вполне вероятно, что S&P 500, если откроется сегодня на позитиве, когда будет торговаться Америка, то это придаст дополнительного как раз импульса восходящего движения по евро. Ну соответственно нисходящего по американскому доллару. Поэтому в данном случае я буду действовать таким образом. То есть не входил по тем ценам, которые были. Поставил для себя отложенный ордер. И собственно буду ориентироваться, если будет вот это снижение. То есть в принципе это не так далеко от текущих уровней. То есть в рамках текущей волатильности. Поэтому вполне вероятно, что мы можем сюда сходить. И потом дальше уже продолжить восходящее движение. Поэтому пока я рассчитываю на этот сценарий. А вот британская валюта падает гораздо сильнее. То есть тут мы видим с 1 сентября довольно-таки серьезное падение. Если мы возьмем от локальных максимумов. То есть мы ушли от отметки 1.33 до практически 1.28. Собственно сейчас движение исходящее здесь тоже продолжается. Но тут вот опять возник вопрос с Brexit. То есть все вновь обратили на это внимание. Вполне вероятно, что все будет не так критично, как было в предыдущие годы. То есть да, все понимают, что уже Brexit был. Теперь нужно просто договориться. Ну посмотрим, сможет ли это сделать Борис Джонсон. И как в целом будут идти дела. Но как идея, да. То есть опять же долгосрочно, среднесрочно покупки здесь я бы пока не отметал. То есть посмотрим, где остановится это падение. Если будут какие-то первые признаки как раз разворота. То есть начало восходящее движение. То здесь я небольшим объемом скорее всего буду заходить. Заходить на продолжение роста. Тем более, что он здесь вполне возможен. Британия восстанавливается довольно-таки неплохо после коронавируса. И в целом это может тоже придать импульсам на британской валюте. По паре американский доллар, канадский доллар. Коррекция была здесь не такая большая. Но тем не менее с этих уровней мы тоже с вами обсуждали, что имеет смысл заходить на продажи. Вчера мы обновили минимальное значение. То есть мы в среду торговались на локалит максимум. Затем продавцы перехватили инициативу. Ну а в четверг ее немножко разбавили. Но день закрылся на позитиве. Поэтому сейчас вот эта коррекция, которая совершилась, она также может служить точкой для входа на продажу. То есть пока с точки зрения часового таймфрейма мы смотрим больше вниз. Но по данной паре я отложенных ордеров не ставил. То есть я поставил по евро. По канадцу здесь пока не ставил. Посмотрю, как будет торговаться сегодня в течение дня. Возможно зайду руками. Но в любом случае буду заходить уж точно выше вот этой зеленой линии. То есть где-то по данным ценам буду в сделку входить. Если цена туда вернется. По паре американский доллар, японский иена. Опять же у нас боковик вот этот сохраняется. Даже здесь мы можем больше говорить уже о треугольнике, который формируется. Который вполне равнозначно может отработать как вверх, так и вниз. Но пока общий прицел у нас сохраняется нисходящий. Но опять же мы находимся в середине канала. Здесь есть, то есть мы можем сходить как вверх, так и вниз. Пока по доллару я никаких позиций не открывал. Пробитие как раз вот этого треугольника уже даст больше понимания, куда цена может пойти. Если будут хорошие уровни для входа, то тоже эту ситуацию для себя рассматриваю. Пока здесь остаюсь мне рынка. Австралиец также начинает восстанавливаться. Вчера мы закрепились тоже выше локальных максимум четверга. Затем немного скорректировали. Сегодня с утра уже подрастаем. Здесь пока тоже позиции не открывал. В принципе я для себя наметил, опять же, если двинемся чуть ниже, то есть это 72.33, то с этих уровней я бы вошел. Такой отложенный ордер я поставил по новозеландцу. Здесь в целом тоже картина очень похожа. Мы тоже скорректировались. Тоже идет попытка завершения вот этого коррекционного движения. Но с точки зрения числа таймфрейма точно так же мы закрепились выше локальных максимум, которые были сформированы в среду. Я поставил отложенный ордер, опять же, торгуя от риска. Да, возможно, чуть довольно-таки низко, но я пониже поставил стоп-лосс. То есть стоп-лосс у меня стоит за минимальными значениями 8 и 9 сентября. То есть если будет еще один рывок сегодня вот в данный диапазон, то есть с этих уровней я бы, опять же, к этой позиции присоединился. Но так в целом, то есть, опять же, движение восходящее здесь можно считать начавшимся, по крайней мере, с точки зрения часового таймфрейма. Ну а если сегодня в новом локале максимум, то это подтвердит как раз сохранение данного импульса. Золото продолжает сейчас корректироваться. То есть, опять же, вчера было закрепление, ну даже позавчера было закрепление выше локальных максимум, которые были сформированы 8 сентября. То есть с этих уровней можно было искать уже покупки. Сейчас зашли в несколько в зону продаж. То есть золото пока торгуется негативно в пятницу 11 сентября. Но, соответственно, пока я не исключаю для себя возможность входа на покупку, но не с текущих уровней. То есть вот сейчас тот отложенный ордер, который я ставил, он сейчас здесь уже не актуален. Потому что если мы сейчас продавили как раз минимумы, которые были сформированы в четверг, то можем еще одну волну снижения показать и уйти вполне вероятно ниже минимальной значения 8 сентября. Поэтому пока вот эту сделку я удалю, в нее заходить я только буду, когда уже будет еще один виток происходящего движения. Тогда я буду уже в эту позицию заходить. По DAX ситуация тоже довольно-таки похожа. Тоже здесь я для себя рассматривал вход на покупку. Опять же, ожидал более волатильного снижения вчера. Его не произошло, поэтому сейчас пока тоже здесь вот эту ситуацию считаю пока не актуальной. Возможно, я к ней вернусь через какое-то время, но пока отложенный ордер удалю. Поэтому здесь общее движение сейчас тоже сохранится восходящим. Поэтому коррекция как раз в область 12790, она вполне может быть рассмотрена как для точек для входа. Важно, чтобы цена опять же удержалась ниже минимальных значений 4 и 8 сентября. Ну, по S&P 500, в принципе, здесь пока мы подошли к области поддержки, которую как раз мы видим по текущим уровням. То есть это максимум как раз июля. Мы скорректировались к этому значению. От него сейчас начинаем отбиваться. То есть пока мы видим, что с точки зрения часов таймфрейма S&P с утра подрастает. Если мы закрепимся выше отметки 3425, то я вновь начну искать покупки и по S&P 500. Плюс это будет дополнительным подтверждением того, что фондовые рынки начинают восстанавливаться. Соответственно, снижение американского доллара здесь может последовать. Неделя закрывается очень интересно, очень была волатильной. Те компании, которые многих радовали на протяжении полугода, крайне сильно скорректировались. Но опять же, они гораздо сильнее выросли за это время. Поэтому сейчас пока та ситуация, которая на рынке происходит, рассматривается как коррекция. Ну а коррекция, которая происходит, она, в смысле, заканчивается. Ну, к сожалению, мы не знаем, когда это произойдет. Но в целом динамика на восходящий фондовый рынок сохраняется. Поэтому здесь я для себя тоже продолжаю искать хорошие акции. Но буду добавлять уже акции после того, как мы увидим по S&P 500 завершение вот этой коррекции. Тогда уже будет более логично начинать вновь добавлять акции в свой портфель. Поэтому всем желаю хорошего завершения торговой недели. Мы с вами увидимся в понедельник. Посмотрим, как закрылась пятница, что нас будет ожидать на предстоящей неделе. Ну и в целом судим важные события. Не забудьте поставить лайк. Ну а если у вас появились вопросы, то оставляйте их в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.